Фехтование Фехтование Фехтовальных держав Одним из тех, кто внес крупнейший вклад В развитие советского фехтования Является заслуженный Тренер СССР Иван Ильич Манаенко Созданная методика Обучения фехтовальному мастерству Оказалась поразительно Плодотворной и эффективной Достаточно сказать, что питомцы И воспитанники Манаенко Множество раз выигрывали Наиболее ответственные международные первенства Завоевывали титулы Чемпионов мира, Европы И Олимпийских игр Становились победителями Всесоюзных чемпионатов и спорта И суммарно завоевали Более ста почетных призов и медаль Александра Забелина Заслуженный мастер спорта Трехкратная чемпионка Олимпийских игр Многократная чемпионка мира Валентина Растворова Заслуженный мастер спорта Чемпионка и трехкратный Серебряный призер Олимпиад Многократная чемпионка мировых фермеров Яков Рыльский Заслуженный мастер спорта Золотой призер Олимпийских игр Четырехкратный чемпион мира и Советского Союза Галина Горохова Заслуженный мастер спорта Трехкратная олимпийская чемпионка Неоднократная чемпионка мира Леонид Романов Мастер спорта международного класса Двухкратный чемпион мира Чемпион мира среди юморов Обладатель серебряной Олимпийской медали Так в чем же секрет методики обучения и тренировки фехтовальщиков Которые разработал Иван Ильич Манаенко Говорит заслуженный мастер спорта Трехкратная чемпионка Олимпийских игр Многократная чемпионка мира Александра Забелина Кстати, у Ивана Ильича Манаенко Очень много спортивных наград Он был неоднократным чемпионом Советского Союза Удивительно многогранен талант этого человека Мне хочется о нем сказать много теплых слов Так как в настоящее время Это единственный, я считаю, универсальный педагог Который может мастерски подготовить Спортсменов высочайшего класса По трём видам оружия По шпаге, рапире и сабре У Ивана Ильича удивительная контактность С его учениками Удивительно простой в общении Иван Ильич довольно хорошо знает своих учеников Знает их слабые и сильные стороны Иван Ильич Манаенко Мне кажется, обладает необыкновенным даром Внушения Я вот вспоминаю такой случай Что если он даже рядом где-то находится Около дорожки То мои бои проходили на таком очень хорошем Спокойном фоне Только сейчас став педагогом Я понимаю, как щедро в своё время Он делился своими знаниями И это, пожалуй, самое сложное В жизни знание Человеческих слабостей Человеческих возможностей, что ли И мы сейчас все тренеры, живущие рядом с ним Постоянно, ежедневно учимся У этого замечательного, великолепного педагога Искусству побеждать Спортсмены шехтуют на рапирах двух типов Рапира с гладкой рукояткой И рапира с рукояткой типа пистолет И у той, и у другой рапиры различают следующие части Собственно, клинок Который имеет слабую часть Для ненесения уколов И сильную часть Которая служит в основном для защит И действия на оружии Рукоятку Соединительную гайку И гарду Которая защищает писть от поражения Пистолет Служит для фехтования спортсменов высокого класса Рапира с гладкой рукояткой Для спортсменов, новичков, младших разрядов И очень часто к этой рапире прибегают И нужно прибегать мастерам высокого класса Так как рапира с гладкой рукояткой Позволяет более мобильно управлять концом Путем перемещения пальцев по гладкой рукоятке клинка Далее у рапиры следует различать широкую часть клинка Которая называется гранью И ребро клинка Это понятие нужно точно себе представлять Так как в уколах позиция определяется Через положение грани и ребра Как можно наносить укол Ребром кверху или грани кверху Держание рапиры Рапира держится Один или другой тип следующим образом Указательный палец На грани между первой и второй халангой Подкладывается под широкую часть рукоятки И слегка указательным пальцем Охватывает рукоятку слева Большой палец сверху свободно кладется на рукоятку Указательный и все остальные пальцы Прижимают свободно рукоятку Так, чтобы она располагалась Между мышечными буграми вооруженной руки Очень важно Чтобы держание проходило таким образом Чтобы сустав пальца не упирался в ганду А свободно располагался палец таким образом Чтобы сустав не прикасаясь к гарде Обеспечивал свободное перемещение рапиры В руке фехтовальщика Для проведения поединка С противником Или взятия индивидуального урока У тренера Фехтовальщик-спортсмен Должен занять выгодную для него Стойку Перед этим он должен выполнить Ряд предшествующих движений Они следующие Фехтованию сталь Он изготавливается Дальше приветствует Солёт Зрителей Судей Противника Или Тренера И снова Висходное положение К бою Занимает Ту Боевую стойку Которая Выгодна Для ведения боя Боевая стойка Это Наиболее выгодное положение Которое позволяет Легко общаться В дистанции С противником Во время Боевого взаимоотношения С ним Взаимодействия С ним Но Несмотря на кажущуюся Лёгкость Положение Это сложное положение Его нужно тренировать Много Упорно И Всю Свою спортивную жизнь Боя Значит Что нужно обратить внимание Здесь В тренировке Стойки Боевой Это чтобы пятки Обязательно были В прямой линии Рассекались Пополам И правая И левая пятка Линия называется Дилектрица Немножко правя нога Не верьте Колено Левой ноги Правой ноги Верните Она проектируется Над подъемом Левой ноги Над носком Рука Рука Здесь свободна Соответственно Начальник Отстоит от бока Левая рука Поднимается Кверху Это не дань Историческому Прошлому Это Тот мотор Который Позволяет Во время Атаки С выпадом О котором Будем говорить Дальше Но мы Покажем Выпад Своевременно И быстро Длинно Надести Укол Поражаемое Пространство Фехтовальщика Обуславливается Правилами Соревнований И жилетом Который Одет На фехтовальщика Для проведения Боя На электрических Рапирах Это Поражаемое Пространство Следующее Вверху По плечевые Суставы Шея Прикрывается Внизу По сгибу По ху И сзади По линии Поясницы Уколы В голову В руку В ноги Категорически Запрещены Если Это Поражаемое Пространство Перечеркнуть Взаимно Перпендикулярными Линиями То получается Четыре Сектора Верхний Левый Верхний Правый Нижний Левый Нижний Правый Который Защищает Определенные Позиции У Фехтовальщика Фехтующего Правосторонней Стойки Поражаемое Пространство Делится Секторами Следующим Образом И Соответственно Левый Верхний Находится С левой Стороны И так Далее Они Закрываются Соответствующими Позициями Шестая Позиция Четвертая Позиция Седмая Позиция Восьмая Позиция Пятая Позиция Третья Позиция Первая Позиция Вторая Позиция И Девятая Позиция Обратите Внимание На то Что Лучезапясный Сустав Вооруженной Руки Во время Смены Позиции Двигается Очень Эластично И закончено От позиции К позиции Это позволяет Ограниченно Брать Позицию Или Верхняя Или Нижняя Соединение Это Взаимное Расположение Клинков Двух Противников Которое Выгодно Для одного Или другого Бойца Во время Создания Боевой Ситуации Позволяющая Нанести Укол Своему Противнику Шестое Соединение Это Тогда Когда Клинки Находятся С правой Стороны Клинок Противника Если Можно Колоть И в одну Сторону И в другую То это Открытое Соединение Если Противник Закрыт И я Не могу Его заколоть Владеет Соединением Противника Если Я закрылся Шестое Соединение Владею Я Соединение Может быть Четвертое Соединение Когда С четвертой Стороны Соединяется Оружие Противника Он Владеет Закрылся В четыре Я Владею Закрылся В четыре Может быть Восьмое Соединение Может быть Седьмое Соединение Соответственно Или один Или другой Противник Владеет Оружением Второе Соединение Первое Соединение В данном Случае Володя Абдонин Он у меня Ученик Владеет Соединением Это Основные Соединения Которыми Пользуются В бою Фехтовальщики А О пятом О третьем О девятом Соединении Ну а о девятом Можно вспомнить Девятое Соединение Потому что Это Довольно Часто Кончик Немножко Выше Девятое Соединение Он пытается Уладнить Соединением Нанести Укол Я пытаюсь Взять Соединение Девятое И нанести Укол В бою Шестое Вот Вкратце Мы Осмотрели Основные Соединения Которые Встречаются Во время Фехтовального Боя Для того Чтобы Своевременно Находить Нужную Дистанцию В борьбе С противником Для нанесения Уколов Нужно Перемещать Себя Для перемещения Существует В различные Типы Передвижения Шаги Вперед Назад На что Нужно Обратить Внимание Здесь На то Чтобы Центр Тяжести Все время Находился Между ног Даже Слегка С небольшим Акцентом На левой Ноге При Уходе Назад Быстрее Ставится Передняя Нога При Шаге Вперед Быстрее Ставится Задняя Нога Это Для того Чтобы Избавиться От Вертикальных Перемещений Корпуса Работа Работа Идет Вперед Через Пятку Левой Ноги Назад Через Носок Левой Ноги Вперед Через Пятку Правой Ноги Назад Через Носок Левой Ноги Двойной Шаг Вперед То же Самое Выдерживаем Те же Правила И Вдвоем Шаг Вперед И Вдвойном Шаг Назад Скачок Вперед Еще скачок. Скачок назад. Обратите внимание на то, что скачки идут назад через носки. Еще. Как будто бы стягивается пол носками к центру. Вот такой скачок. Назад. Достаточно. Обратите внимание, что ноги очень быстро и эластично двигаются. Это достигается быстрым подставлением противоположных движений ноги и позволяет приобрести такое положение, из которого удобно и делать выпад, и отойти назад от противника. А может быть, взять защиту. Основным приемом для выполнения укола со средней дистанции с целью поражения противника служит укол с выпадом. О дистанциях мы скажем несколько позже. Этот укол несколько раз нам продемонстрирует мастер спорта Авдонин. Покажи укол с выпадом колес. Несколько раз самостоятельно. Обратите внимание на то, что во время выпада пятка передистоящей ноги поднимается кверху и идет вперед для того, чтобы как можно больше покрыть дистанцию к противнику. Левая нога располагается так, чтобы носок был перпендикулярен к правому носку. Колено левой ноги в момент выполнения выпада служит тем мотором, который выталкивает корпус вперед на выпад. Этому же служит и левая рука, которая на выпаде отстоит от бедра на высоте полуметра. При выпаде правое колено идет вперед точно, носок вперед правой ноги, левый носок под прямым углом. Корпус непринужденно держится вертикально с небольшим наклоном вперед. Левая рука, ладони кверху, опускается вниз и отстоит от бедра на 50-40 сантиметров. Вооруженная рука, прикрывая правую сторону, все время двигается через показ укола, а потом выпад на противника. Показать укол, выпад. Закрыться достаточно. Выпады мастеров высокого класса могут быть с продвижением левой ступни вперед и без продвижения левой ступни вперед. Прошу. Вот это основной выпад, на который держится вся техника. Пожалуйста. В этом случае сделайте выпад. Ребро левой ноги не должно становиться вот в таком положении, а должно на всей ступне. На ребро нельзя, на всей ступне должно быть. Колено левой ноги должно во время ухода назад ходить верхом, а не низом. Вот так неправильно. И так уйти с выпада. Раз. Отлично. Выпады у фехтовальщика, стоящего в левосторонней стойке, выглядят следующим образом. Там покажет это мастер спорта Наталья Ястребова. Бой. Покажу укол. Выпад. Закрыться. Пониже садитесь, пожалуйста. Обратите внимание на то, что пятка впереди стоящей ноги выходит свободно вперед, большой мах, хорошая амплитуда. Правая пятка совершенно не двигается, и к ней обратно идет возвращение левой ноги в стойку. Достаточно. У фехтовальщика левши, вид выпада спереди, следующий с выпадом колен. Закройся. Закройся. Корпус слегка в наклоне во время выпада. Левое колено идет точно вперед. Пяточка во время выпада выходит вперед. Видно, как носок поднимается во время выпада. И вооруженная рука, как мотор, выталкивает корпус вперед одновременно с разгибанием сзади стоящей ноги, которая толкается в коленном суставе. Мы рассмотрели некоторые атаки, где присутствует элемент выпада. Существуют атаки стрелой. Прыжковая стрела. Она характерна тем, что позволяет мгновенно наносить укол противнику прямо или с переводом, или с переносом. Но для этого нужно иметь дистанцию между средней и дальней. Атаку стрелой можно выполнять и после предварительного выпада или вышагивания впереди стоящей ногой. Покажем. Боем. Стрела после шага вперед позволяет наносить уколы с большим выбором и с более дальней дистанцией. Существует целый ряд атак стрелой после отхода назад. Мы покажем один тип, наиболее распространенный, после скачка назад. К бою, Наташа. Стрела. Если нужно нанести укол стрелой после мгновенного отхода назад, или внести замешательство представления в сознание противника, выполняется стрела после скачка назад. Шажковая флеш позволяет в широком диапазоне проводить обманные или перехватные действия и после сближения с противником наносить укол. Переходим к показу различных дистанций, в которых ведется бой, и основных уколов, которые могут выполняться с этих дистанций. Нужно сказать, что всегда в обучении ученик и тренер должны находиться в маске. Но для лучшего восприятия мои ученики будут работать без маски, а я буду работать в маске. В практике обязательно повторяю ученик и тренер в маске. С боем. Ближняя дистанция. Тогда, когда можно нанести укол одной рукой. Закройся. Еще раз. Средняя дистанция. Шаг назад. Когда для нанесения укола необходим выпад. Закрыться. Ниже выпад. Выпад. Закрыться. Дальняя дистанция. Когда для нанесения укола нужно предварительно сделать шаг вперед, а потом выпад. Закрыться. Выпады мы закончили. Уколы могут быть без соединения, когда оружие противника не соприкасается. Закрыться. Еще раз, Кали, спокойно закрыться. Мягко. Когда оружие соприкасается, ну в данном случае оружие противника, ученика моего, находится в шестой позиции и владеет соединением, шестым соединением. Кали прямо, не отпуская, закрыться. Кали прямо, не отпуская. Изгиб вверх-налево, в данном случае левша, закрыться. И когда ученик находится, противник находится в другом соединении, а колет в преднее, скажем, шестое, в момент взятия защиты, то вот такой укол называется укол в оппозицию. В одно время и укол закрыться. Повторяю, в одно время и укол, и защита, и укол, и защита, закрыться. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что во время выполнения уколов все время тренер, я, говорю, покажи укол, колец выпадом, покажи укол, колец выпадом. Это делается для того, чтобы воспитать укол у ученика колец. Показать укол, закрыться, показать укол колец. Своевременно, в любой ситуации, мгновенно наносить укол раньше прихода туловища. Не воспитывать синкопное направление фехтования, когда идет замах, а потом укол. Это в настоящее время очень строго судится, особенно международными судьями. Ну и для техники фехтования это очень важный раздел. Посмотрите еще раз. Вместе с выпадом рука выходит вперед, закрыто, один выпад, поднимается нога, поднимается нога, в этот момент идет показ, а потом наносится укол. И, естественно, обратно сначала рука закрывается, а потом идет укол назад, уход. Показать укол, выпад, закрывается рука и идет назад, выпад. Уколы с переводами выполняются в тех случаях, если прямо поразить уколом противника невозможно, или же приглашается уколом взять защиту в одну линию, и когда противник защищается, в другую линию перевести. Мы покажем из верхней позиции типовой укол из различных дистанций, укол с переводом к бою. Ближняя дистанция. Вытягивается рука, и на небольшое сопротивление противника делается перевод. И обратите внимание на то, чтобы изгиб рапиры был вверх-направо, гарда на высоте плеча непринужденно нанесла укол. Закройся. Шаг назад маленький. Показать укол, выпад. Это укол с переводом со средней дистанции. И с дальней дистанции. Шаг вперед, показывается укол, и во время выпада делается перевод. Закройся. Если вне соединения, переводы выполняются со средней дистанцией следующим образом. Закройся. На показ уколов противник пытается защититься, перевод идет, и в этой же линии наносится укол. Еще раз повторяйте, пожалуйста. Показ уколов, защита, укол. Непринужденное стояние, стойка, которая соответствует тем требованиям, о которых мы говорили, должна выдерживаться. Боев. Рассмотрим переводы из шестого соединения более детально. Показывается укол с ближней дистанции, если этот идет укол. И на нажим противника делается перевод, наносится укол. Обратите внимание на то, чтобы гарда была несколько выше плеча, ребро клинка смотрело кверху, пальцы кверху. Это вот положение дает возможность расслабить плечевой пояс и быть мобильным в боевых действиях. Боя. Если движение выполняется, шаг назад, со средней дистанции, то предварительно выпрямляется рука и затем делается выпад. Или к бою. В момент выпада выпрямляется рука и выпад делается. Закрыться. Шаг назад. С дальней дистанции предварительно делается шаг вперед и все остальное, как со средней дистанции. Боя. Хорошо. Мы просмотрели переводы из верхней позиции. Пусть она будет типовой, потому что многие переводы из верхней позиции можно выполнять. А вот из нижних позиций интересно просмотреть, как двигается клинок на перевод к противнику. К бою. Восьмая позиция. Из восьмой позиции вообще переводы это все те движения, которые идут под оружием противника. Следовательно, из восьмой позиции перевод выполняется следующим образом. Кали с переводом. Еще восьмая. Кали. Обратите внимание, что гарда двигается вверх-вниз не очень много, а стремится к тому, чтобы находиться в одной точке. Седьмая позиция. Еще раз. Еще раз. Вот как гарда находится в одной точке, особенно видно в этой седьмой позиции. Боя в шестой. Хорошо. Уколы с переносом, которые идут над оружием противника, выполняются следующим образом. Боя. И четвертой позиции. Ученик владеет четвертым соединением. Поднимается рука, кисть в локтевом суставе. Закрыться. Перенос. Шестая. То же самое. Обратите внимание на работу кистевого сустава. Поднять, перенести. Шестая. Поднять, перенести. Шестая. Нижняя позиция. Восьмая. Поднять укол, нанести. Закрыться. Поднять рапиру, нанести укол. Закрыться. Седьмая позиция. Поднять рапиру, нанести укол. Поднять рапиру, нанести укол. Поднять рапиру, нанести укол. Положение клинка гарды сохраняется так же, Как должно быть положение, когда мы говорили о позиции Седьмая Большим пальцем кверху Все из шестой и восьмой ногтями кверху, ребро кверху Идут переносы Перенос Достаточно Подготавливающие действия для Атаки Имеет очень большое значение От того, как спортсмен, боец готовит подготавливающие действия Во многом зависит успех боевого действия То ли это атакующее действие, то ли контратакующее, то ли защитно-ответное действие Вот это подготавливающее действие состоит из всевозможных передвижений Перемен соединений, финтов Вот посмотрим сейчас Финты корпуса Переносные, полупереносные действия Полуполы Перемещения Шаги назад, вперед, выпады, вздрагивания И так далее Боев достаточно Основные боевые действия, которые позволяют наносить уколы противнику, являются атаки Их очень много Разберем сначала основные атаки Они тоже подразделяются на три вида Первый вид Атака преднамеренная Скажем, захват шесть, переводом колоть Чувствуется, что противник будет брать защиту Шаг назад, одним выпадом Захват, колоть Захват, колоть Закрытся И еще Закрытся И Боев На видение Показать укол Я защищаюсь Или сюда Закрытся Она не знает, куда я защищаюсь Могу сюда, могу сюда Сюда Увидеть И еще раз Показывает укол Сюда Закрытся Шаг назад И на мышечное чувство На захват укол Захват противника Я сопротивляюсь Она делает перевод Закрытся Захват, укол Я не сопротивляюсь Идет прямо укол Можно сделать атаки Стрелой Стрелой можно делать тоже И преднамеренно И на видение И на мышечное чувство Сделаем преднамеренно Захват шесть Маленькое движение вперед на шажочек И сплеск стрела Олег Оп Значительное место в разделе атак Занимают повторные атаки Они выполняются на отсутствие ответного укола противника Покажем одну из них Скажем, после двух переводов С выпадом два перевода Раз Я отошел Взял защиту И не даю ответ Повторение Так назад Еще раз И раз Повторение Два Еще раз Раз И повторно Повторная атака выполняется На задержку ответного укола противника Атакуй Раз Я задерживаюсь с ответом Она быстренько повторяет Закрыто Шаг назад Еще раз Атакуй Повторение Па Определенное место в боевых действиях Занимает ответные атаки Это когда В бою Я противник Наношу укол И Мой соперник Не успевает ответить Я ухожу Вот тут он начинает развивать свою атаку Свои подачи Я атакую Противник сразу не дает ответ Я ухожу в этот момент Она вынуждена делать атаку с выпадом В бою Или же Она делает шагом назад И не сразу одной рукой отвечает Я ухожу Она делает шаг вперед С выпадом Атака может быть С выпадом И отойди шагом назад Шаг вперед Выпад Еще раз Отойди шагом назад Шаг вперед Выпад Или флеш атака Отойди назад Леш В разделе атак Очень эффектными Являются атаки на подготовку Покажем одну из них Это когда я В бою Противник Я противник Пытаюсь Захватить оружие противника Скажем четвертую В этом мгновении Идет контратака с выпадом Еще раз Еще раз Еще раз Можно это сделать С флеш атакой Отойди назад Я пошел в захват С флеш атакой Простые атаки Простые атаки бывают Уколы прямо Уколы с переводом И уколы с переносом Мы вам покажем Боем Все эти уколы Со средней И дальней дистанции Средней дистанции Укол прямо Нога вперед поднимается Выпрямляется рука Наносится укол Бой еще раз И раз Закрытие Укол прямо То же начало И оканчивается Переводом И Пах Закрытие И Пах Закрытие Перенос То же начало Сразу рука Пошла Нога кверху Перенос Пах Закрытие Еще раз Перенос Пах Закрытие С дальней дистанции Шаг вперед Потом Укол Закрытие Шаг назад Перевод Шаг вперед Покаж Перевод Закрытие Перенос Шаг вперед И Перенос Еще раз Перенос Шаг Перенос Закрытие Флеш Атака Переводом Покажем Только Одну Флеш Маленький шаг И переводом Плеш Атаки С финтами Это когда В одну сторону Обозначается Укол Из шестой Позиции Через выпрямление Раз И С выпадом Или Одной рукой В зависимости от дистанции Наносится укол Положение руки Остается То же Что Мы Делали Когда давали Характеристику Шестой Позиции Ребро Кверху Оружие Справа Бою Еще раз Покажем Покажать Перевод Второй Выпад Бою Восьмая Позиция Отсюда Два перевода Через выпрямление Первый перевод И второй перевод Наносится укол Еще раз Восьмая Покажать укол И второй перевод Сбою Хорошо Продолжение следует...